По поручению президента России к 2030 году необходимо восстановить около тысячи памятников. От Рязани подали заявки на реконструкцию 80-ти. Пока отобрали лишь три объекта, судьба которых изменится. Один из них – усадьба Желтухиных в Захаровском районе. Об остальных рассказал вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов. Один из них, где мы с вами находимся, второй объект – это усадьба Корзинкиных-Никитиных в Рыбновском районе и дом Барковых в Касимове. И также еще 24 готовы у нас инвестиционных паспорта во второй этап. Поэтому мы надеемся, что они тоже туда войдут. И, соответственно, уже порядка почти 30 объектов будет восстановлено до 2030 года. Владельцами этой усадьбы, которую сейчас осматривают СМИ, потенциальные подрядчики и представители власти, когда-то были представители дворянского рода адмирала Желтухина. История этой семьи тесно связана с Рязанской областью. По словам историка Михаила Коробко, имя владельца упоминалось в записках рязанского помещика графа Михаила Бутурлина. Имение пока мало изучено, но очевидно, это уникальный памятник. Это такая классическая русская усадьба, воспетая литераторами от Пушкина до Бунина. Все, что они писали про русскую усадьбу, это имелся в виду дом с колоннами, с колонным портиком, с двумя флигелями, которые образуют парадный двор. Это очень интересный для региона памятник архитектуры. Таких, в общем, тут не так много сохранилось. То есть это, в общем, русская усадьба в ее таком классическом виде. Это памятник стиля классицизм, достаточно любопытный и интересный. Сейчас усадьбу готовят к консервации. Но все же за строительными лесами можно увидеть часть здания с четырьмя колоннами из красного кирпича. Если поднять глаза, можно увидеть капители из белого камня, а на фасаде – высокие окна с полочками, сандриками и лепниной. С другой стороны усадьбы есть выход к пруду. Там шесть колонн, плюс пилястры по краям. На другом берегу пруда находится Воскресенская церковь, которая раньше тоже была деревянной, но потом стала каменной. Сам пруд интересен. Его специально выравнивали. Линия пруда, которая со стороны дома, она идет параллельно. В самом пруду были насыпаны специально два маленьких островка, и на них стояли беседки, куда можно было припрыгнуть на лодке и уединиться. Историк Михаил Коробко отметил, современные люди живут в мире уходящей натуры. И тем более важно сохранить как можно больше. Еще остались уникальные образцы архитектурного творчества, которые демонстрируют примеры различных стилей в архитектуре русской усадьбы. И у наших потомков еще есть шанс увидеть это наследие во всей красе. И вот эта красота, может быть она сейчас выглядит не самым лучшим образом, но после реставрации она вернется нам в своей подлинности, как ее видели наши прадеды, прабабки и так далее. То есть мы ощущаем себя частью истории. И собственно для того, чтобы это было, мы и должны главным образом сохранять прошлое. Дальнейшая судьба усадьбы Желтухиных пока неизвестна. Возможно, здесь появится база отдыха или гостиница. Главное условие для будущего подрядчика – воссоздать исторический облик. Возможно, через несколько лет это место станет центром притяжения туристов не только Рязани, но и всей страны. Анастасия Альдмитрифимов, телекомпания «Город».